Приветствую Вас! Давайте будем разбираться с тем, что с Вами происходит. Вы пишите, что Ваш бывший молодой человек сошелся со своей бывшей девушкой после того, как выясним расставку. Это, безусловно, неприятно, очень неприятно, но он это сделал. И он Вам говорит, что не против, а там с Вами друзьями. То есть такова его позиция. Он хочет быть с Вами только друзьями. По крайней мере, пока. И, по крайней мере, он не хочет Вас полностью терять. Как вот он говорит. И при этом Вы выясняете с ним отношения. При этом Вы выясняете с ним, ну, как бы постоянно ссоритесь, как я понял. И вот эти вот ссоры, которые мы с Вами происходят, они чем-то обусловлены. Обусловлены они его желанием что-то Вам доказать. Ну и, конечно же, Вашими чувствами к нему. Значит, Вы говорите о том, что он предлагает Вам встретиться, чтобы развеять Ваши иллюзии о Нем. Я полагаю, что, значит, Вы не развеете люди. Я полагаю, что Вам будет тяжелее и еще тяжелее, чем сейчас, если Вы его встретите. Если Вы будете с ним, если Вы его увидите, Вам будет еще тяжелее. И поэтому встречаться, особенно если Вы испытываете к нему чувства, не стоит. Потому что чувств Ваших это не уберет. А вот Ваша жизнь делает куда сложнее, куда тяжелее. И я хочу, чтобы Вы этот момент постарались на себя понять. Далее, нужно, конечно, отдельно сказать, что Вы все-таки определенно взглядитесь с ним, раз Вы одна. И Вы хотите быть в отношениях с ним, что Вы тоже говорите. Поэтому Вашему мужчине в любом случае доверять сейчас нельзя. Почему? Потому что он Вас уже, получается, две раз бросил, плюс он взаимодействует со своей бывшей девушкой сейчас. И, по сути дела, получается, что он Вам, ну, вроде как, изменяет, да? И, соответственно, сейчас встречается с Вами он, либо для того, чтобы поддерживать свое самолюбие, либо для того, чтобы что-то Вам доказать. Или, скорее всего, что, скорее всего, самому себе наказать хочет он. Именно самому себе он хочет доказать, что, например, Вы ему не нужны, или что-то вроде того. Потому что это нужно понимать. Если он говорит, если он говорит, что хочет с Вами только дружеских отношений, это следует расценивать. Именно как желание поддерживать с Вами связь, желание поддерживать с Вами контакт, но при этом не нести ответственность за Ваши отношения. Если Вы готовы к такому раскладу, то встречайтесь с ним, но своей жизнью жить Вы будете, к сожалению, вряд ли в таком случае. Потому что Вы не сможете жить своей жизнью до тех пор, пока не освободитесь от него, пока не станете независимыми от него. А независимыми вы сможете стать только в том случае, если как раз будете жить без него. То есть решите сами для себя, что человек этот Ваш. И в этом контексте, в контексте вот данного направления, я бы рекомендовал Вам подумать как следует о том, что Вы хотите для себя от него и через него, что Вы хотите для себя. Почему я об этом спрашиваю? Дело в том, что мне показалось, исходя из Вашего сообщения, мне показалось, что Вы через него хотите что-то получить для себя. Если это так, то это, к сожалению, не Ваши чувства к нему, а это, к сожалению, Ваши потребности в нем. Ровно столько же, сколько это является и потребностью, постоянно выяснять отношения в онлайн. Вот Вы говорите, что мы общаемся каждый день онлайн. Вот именно это также определяет Ваши потребности. Да вот Вы говорите, что у Вас вот постоянное выяснение отношений. Но это не у Вас постоянное выяснение отношений. Не у Вас обоих, если быть точным. А только у Вас. Вы нуждаетесь в том, чтобы выяснять с ним отношения. И вопрос заключается только в том, почему. Зачем Вам это нужно? Выяснять с ним отношения. Чего Вы хотите этим добиться? Вы ведь уже с ним расстались, по сути дела. Вы уже с ним расстались. Так зачем Вы продолжаете выяснять с ним отношения? Для чего Вы это делаете? Вот постарайтесь для себя этот момент и определить. Он, этот момент, будет ключевым аспектом понимания того, чего Вы от него хотите. Чего и почему Вы с ним до сих пор поддерживаете контакт, связь и прочее. Чем это обусловлено? Вот данный момент, данный аспект. И будет являться тем необходимым для Вашего понимания, чтобы Вы смогли определить для себя, что Вам делать. До тех пор, пока не поймете свои мотивы. Вы пока не поймете, зачем и для чего Вы это все делаете. Понимаете? Вот и все. И если Вам нужно, чтобы мужчина, допустим, был с Вами, а я понимаю, что Вам хотелось бы, чтобы он был с Вами, то, как минимум, на такие встречи, дружеские, где все в его, как бы, все в его контроле, все под его контролем находится. Вот на такие дружеские встречи соглашаться, на мой взгляд, не стоит. Потому что Вы себя таким образом унижаете, Вы себя таким образом принижаете и Вы таким образом говорите им, что, ну, фактически, фактически, что Вы готовы, там, на все, например, на все готовы, чтобы быть с ним. А это неправильно и совершенно точно это не делает Вас, значит, более независимы от него. И делает Вас, естественно, это более зависимы от своих же собственных переживаний. Что Вы тоже нужно хорошо, хорошо понимать. Поэтому сперва определитесь, пожалуйста, со своими желаниями, со своими потребностями, а потом уже будете думать, что Вам делать. Для того, чтобы понять, каков мужчина, чтобы действительно развеять иллюзии, Вам совершенно необязательно с ним встречаться. И еще, Вам совершенно необязательно с ним взаимодействовать. Вам совершенно необязательно это делать. Чтобы понять, каков мужчина, Вам достаточно посмотреть на его действия, на его поступки. И все. Но вот то, чего Вы хотите сами для себя, ну, удовлетворять своими собственными силами, своими собственными средствами. И только так. По-другому, к сожалению, не получится у Вас никак. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ Вам. Надеюсь, что он был Вам полезен. Если у Вас остались вопросы, пишите в личку. Я Вам помогу, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю Вам всего самого доброго и удачи. Теперь надо ответить на этот вопрос. Как пахнет. Ну, Til.